Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы Час Спик кинокритик Егор Москвитин. Привет! Приветствую! Начнем с Остренького. Буквально на прошлой неделе фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального объявил, что собирается подавать в суд на Маргариту Симоньян. Речь идет о фильме «Крымский мост», сделан из Киболи. Да, ужасный фильм, да. Они получили 100 миллионов рублей. Причем в прошлом году русская служба BBC в репортаже рассказала о том, что фонд кино выделил деньги на этот фильм без конкурса, а лишь, цитата, на основании некого письма, написанного предположительно из Министерства культуры. Во-первых, видели ли вы этот фильм? Где там эти 100 миллионов рублей и правильно ли фонд борьбы с коррупцией вообще подает в суд? Фильм-видео мы делали рекап для «Медузы», причем я делал просто рекап, то есть я был тот сотрудник, которого не жалко отправить это все посмотреть, а известный вам наверняка Иван Голунов делал расследование по поводу того, как снимался фильм. Вот, фильм, конечно, катастрофа, а не в смысле вот когда фильмы, где летают самолеты и падают, да, или там в Армагеддон, а в смысле прямо катастрофы в этическом и в эстетическом плане. Что там такого ужасного? Ну, вроде как, романтическая комедия? Это вообще-то и кино, которое имеет право на существование, потому что все страны снимают идеологическое кино, да, а где-то просто это все финансируется государством, а где-то это все финансируется самим бизнесом, да, то есть американское кино, оно тоже достаточно идеологизированное, да, сколько примеров есть восточноевропейского кино, которое идеологизировано, но здесь просто-напросто неинтересно сделано, то есть есть попытка воскресить свинарку и пастуха, да, вот, кубанских казаков и все самое золотое советское колоссистое, вот, но это не срабатывает из-за очень рваного сценария, поэтому остается просто кайфовать от того, насколько это все там странно натянуто и так далее, вот, но я хочу сказать, что, например, мне дико нравится, скажем, фильм «Балканский рубеж», тоже вроде бы идеологизированное кино, да, но при этом настоящий честный экшен-мясорубка. Ну вот вопрос по поводу финансирования, ну, сейчас в СМИ очень обсуждается, много денег тратят на российское кино, вроде как есть даже какие-то хорошие фильмы, но в основном они все проваливаются в прокате, в чем проблема? Денег мало выделяют или денег много выделяют, или не контролируют? Ну, нельзя сказать, чтобы мало выделяли, да и много нельзя сказать, чтобы выделяли, потому что все-таки, если сравнивать это с бюджетами западного кино, да, то получается, что весь фонд кино за год дает 80 миллионов долларов, которые в Америке тратят на один фильм, который тоже может не выстрелить. Я думаю, что проблема всего одна, она в экспертизе сценариев, потому что очень часто по фильмам заранее можно понять, что они не выстрелят. Например, фильмы этого года «Эбигейл», «Герой», «Миллиарды» или «Миллиард», не помню. Ну, в общем, один фильм с Машковым, второй фильм с Машковым и третий фильм с Киберпанком. Они сделаны там компетентными людьми, я имею в виду режиссеров, актеров и так далее, но просто из-за того, что история не работает, что история абсолютно наивна, несуразна, эти фильмы не собирают деньги в прокате, потому что все-таки кино зарабатывает только тогда, когда его рекомендуют люди друг другу. Есть первая-вторая неделя, да, когда могут помочь эфиры на федеральных каналах, продвижение через медиахолдинги, но дальше все уже зависит от того, понравилось кино людям или нет. Например, «Т-34», «Движение вверх», они людям понравились, но «Герои миллиарды» абсолютно не понравились, потому что они не апеллируют к семейной теме, они не апеллируют к каким-то национальным болевым точкам, они просто сделаны в никуда. Вот, и я считаю, что если что-то сделать со сценарной экспертизой, то дела пойдут абсолютно точно лучше, потому что у нас в последнее время есть много примеров хорошего авторского кино, которое состоялось благодаря поддержке Министерства культуры. На Кинотавре почти всегда из 15 фильмов, фильмов 8-9 сделаны при помощи государства, и эта помощь действительно необходима. У нас есть примеры удачных инвестиций Фонда кино, у нас сейчас появился еще и Кинопрайм, который сделан независимым от государства, вроде как институтом, но при этом им тоже будет руководить Антон Малышев, который возглавлял Фонд кино. Поэтому на самом деле источников финансирования много, и это финансирование необходимо, но вот есть прямо какие-то фундаментальные проблемы с прогнозированием и с оценкой сценариев. То есть проблема в сценарном плане. Надо разогнать сценарный факультет в ГИК, набрать каких-то более приличных преподавателей и выпускать хороших, качественных сценаристов, и тогда будут ходить люди, будет деньги в кинотеатры внести, да, и все будет хорошо. Нет, я бы не стал эту вину перекладывать именно на тех, кто готовит сценаристов. Я бы сказал, что проблема именно в неправильном целеполагании при выборе фильмов, которые нужно поддержать, потому что иногда по сценарию видно, что фильм поддерживать не нужно. Но вроде как тема такая, а даже в Отрепещущей, например, в Герои речь идет о наших спецслужбах. И взяли и поддержали. Ну плюс очень хороший сценарист, да, Николай Куликов, но он был хорош именно в других работах. Он был хорош в движении вверх, где он гениально просто расписал вот эту схему игры на три часа. То есть это такой сценарий, который даже написал не писатель, а написал тренер команды, да, баскетбольной команды. Там все по схемам. Он был очень хорош в «Легенде 17», в «Экипаже», потому что это истории, во-первых, апеллирующие. «Экипажи» апеллируют к классному советскому фильму «Катастрофе», действительно хорошей «Катастрофе», в хорошем смысле. А «Легенда номер 17» апеллирует к идее о том, что есть командный спорт, и страна – это командный спорт. Поэтому он так круто сработал. Ну плюс «Легенда советская». А в этот раз фильм-герой, он как бы неудачный, и это можно было понять заранее. Вот вы назвали такие кассовые и действительно собравшие кучу денег фильмы, типа «Легенда 17», «Движение вверх» вообще, по-моему, один из самых успешных. Три миллиарда с чем-то. Да, не только в России, но и за рубежом. Я хочу привести цитату Мединского. «Пусть расцветают все цветы, но поливать мы будем те, что нравятся нам». Значит ли эта цитата то, что все остальные фильмы, кроме «Легенды 17» и «Движение вверх», понравились Мединскому, не понравились нам, и проблемы, в общем-то, во вкусе нашего министра культуры? Нет, это китайская мудрость. Значит, конечно, то, что мы ничего не будем запрещать, но при этом мы будем поддерживать то, что мы считаем целесообразным. Вот, и целесообразным у нас считают фильмы, связанные именно с укреплением командного духа. Вот, ну а топливо для этого «Движения вперед», «Движения вверх» мы ищем в прошлом. Вот, но, например, вот недавно я посмотрел фильм «Успех» Павла Руминова, и он тоже сделан при поддержке Фонда кино. Да, то есть это один из цветков, цветов, которые поливают. Вот, и эта история абсолютно в духе фестиваля Sundance, который проходит в Америке каждый январь. То есть есть современная семья, папа и мама панк-рокеры. Вообще, как они сами говорят, мы джедаи от панк-рока. Вот, это Роман Курсен и Юлия Снегирь. То есть у них есть дочка, вот, и они, будучи в стрессе из-за своего неуспеха, карьерного, профессионального, творческого, они рушат собственную семью. То есть это абсолютно сюжет из буддливой Калифорнии, только вместо Дэвида духовной Юлия Снегирь. Вот, это абсолютно американское по жанру кино, по формату, такой чистый Sundance, но при этом мы поддерживаем это. То есть нельзя сказать, что наше кино прямо настолько закрытое, да, от влияния извне, от каких-то универсальных сюжетов. И нельзя сказать, что вот эта государственная поддержка, она идет только на какое-то суперпатриотическое, суперимиджевое кино. Нет, достается абсолютно всем, вот, и хорошим фильмом, и плохим, и сделанным по западным лекарам, и сделанным суперпатриотично. Тот же господин Мединский считает образцом политики в кинематографе Париж-Францию, потому что Париж защищают свое кино от Голливуда, и вообще он считает французскую систему субсидирования культуры гораздо более жесткой, чем в России. Если мне изменяет память, там дают деньги тем, кто уже успешный. Так почему же в России-то у нас не получается давать деньги тем, кто уже успешный? Вот я новых фильмов господина Мегердичева не знаю, а Михалкову, который провалился солнечным ударом, дают. И Сарику Андреасяну, который месяца два назад сидел на вашем месте, тоже с завидной регулярностью дают, хотя фильмы проваливаются. Во-первых, французы здесь упомянуты не только по принципу их финансирования, но и по принципу отчислений с иностранных фильмов во французском прокате. То есть там действительно есть свой собственный фонд кино, который наполняется средствами, полученными от проката западных картин. И плюс Европа суперпатриотична по отношению к самому кино, поэтому у них все всегда идет с субтитрами. Вот это только наша фишка, показывать все в дубляже, на самом деле она идет своими корнями из советской цензуры, потому что можно было что-то переозвучить. Вот, но что касается системы вот именно финансирования лидеров рынка, то мне очень нравится фраза, которую произнес стать эффективный наш действительно продюсер Никишов, Евгений Никишов. Он сказал, что продюсер должен быть, продюсер хорош ровно настолько, насколько хорош его последний фильм. Вот если этим принципом руководствоваться при выборе тех, кого мы поддерживаем, то система станет чуточку интересней. Но если руководствоваться принципом долгих заслуг, то, конечно, возможно сбои, потому что очень часто какие-то фильмы мастеров, которые выстреливали в 90-е, уже не актуальны сейчас. Кто бы это мог быть, да? Да, даже не знаю. Вообще, мне кажется, что сегодня, да и не только мне, всему интернету, кажется, что унижать российское кино – это, знаете, такой некий признак хорошего тона. Как вы считаете, есть ли у нас основания для того, чтобы так унижать наше кино? Или проблемы-то никакой особенной нет? Может, у нас много хороших фильмов? Есть проблема с самооценкой. Нам кажется, что наше кино должно быть самым крутым на свете. И мы не понимаем, что у нас нет достаточно для этого рынка и достаточно для этого глобального револу влияния. Потому что, почему американское кино такое крутое? Потому что на английском языке говорит весь мир, и потому что идеология Голливуда, Диснея и так далее, она всем понятна. Потому что бюджет – 80 миллионов на один фильм. А это уже следствие, да. Бюджет – это уже следствие того, что можно продавать свой продукт по всему миру. Если сравнивать нас с Германией, с Францией, нельзя сравнивать с Англией, потому что это тоже империя кино, благодаря своему языку и культурному влиянию. Но если сравнивать нас с абсолютно любой европейской и азиатской страной, то мы очень даже хорошо смотримся. У нас есть очень крутое авторское кино. Мы присутствуем на каждом фестивале. Причем мы присутствуем каждый год. То есть обычно бывает, что выложились мастеры, да, и все, и через год страна как будто бы исчезла с радаров. У нас такого нет. У нас этот год был чуть слабее предыдущего, да, но все равно на каждом фестивале в Берлине, в Венеции, в Каннах, в Торонто, даже на Санденсе мы в каком-то виде были представлены. В прошлом году мы были представлены просто грандиозно. Везде в основном конкурсе, кроме Венеции. Вот. И везде с хорошими результатами. То есть у нас есть очень сильное авторское кино. У нас есть довольно большое количество национальных блокбастеров с учетом того, что мы все-таки не глобальный рынок и мы не можем экспортировать. Ну, три-четыре крупных фильма, да, вот как в прошлом году, когда движение вверх, лед, я худею и, наверное, что-то еще, да, чтобы выходило между декабрем и мартом. Заработали почти треть, по-моему, всех сборов нашего кино за весь год, за один квартал. Даже не треть, а половину. Это о чем-то договорит. Вот. Единственное, что у нас очень плохо, это нормальный семейный мейнстрим. Вот очень не хватает фильмов вроде тех, что были в 90-е, например. А бедная Настя, Настя, не бедная, просто Настя. 90-е вот кооперативное кино с Панкатовым. Нет, я имею в виду середины 90-х, когда были фильмы вроде «Бедная Саша» или «Настя». Вот, то есть нормального, хорошего семейного кино, которое можно смело посоветовать и маме, и бабушке, и детей на него взять. Этого у нас нет. У нас есть очень хорошая анимация, между прочим, наша анимация, благодаря Маше и Медведям, благодаря студии «Мельница», она как бы востребована во всем мире. Взрослой анимации у нас нету, у нас нет для этого рынка, у нас никогда не будет своего коня Боджека. Ну, точнее, не будет ближайшие лет, там, 5-10. Вот, а детская анимация у нас превосходнейшая. Вот, единственное, повторюсь, чего нет, это нормального мейнстрима, то, что и является кровью любой киноиндустрии. Нашу анимацию, это вы имеете в виду богатырей и смешариков, но смешарики провалились в прокате? Нет, я имею в виду то, что у нас хорошо экспортируются. Это «Фиксики», это «Маша и Медведи», это несколько наших проектов на Нетфликсе от Воронежской студии. Вот раньше эта студия называлась, она раньше делала игры, видеоигры, потом компьютерная индустрия схлопнулась, именно компьютерная, а не приставочная. И они переключились на анимацию, это я не могу вспомнить название этой компании. Визарт, Визарт. Но они делают отличные продукты на экспорт. Вот, «Снежная королева» их хорошо прошла в Китае. Они сейчас для Нетфликса вместе с испанцами сделали «Йоко», что ли, мультфильм многосерийный. То есть, короче, они молодцы. И мы молодцы в плане анимации. Но вот семейный мейнстрим, то, ради чего я каждый год езжу на фестиваль в Выборге, чтобы просто найти, наконец-то, это хорошее кино, где есть правильная мораль, где есть колоритный папа, симпатичная мама и растущий на глазах ребенок, этого у нас нет. Перешли к семейному кино. Вот вопрос такой. Может, у нас традиции нет? Вот советское кино, да? Что это? «Война и мир», «Кавказская пленница», какие-то такие масштабные фильмы, смешные, с политическим подтекстом. Но я вот не могу вспомнить каких-то таких семейных, хороших, добрых фильмов, которые бы цепляли… Дело, может быть, в том, что у нас просто не растет такое кино. Ну, а лидер проката 80-го года «Москва слезам не верит» или лидер вообще всего проката «Есения», хоть и не наша, но все равно семейная. Вот, то есть, на самом деле, традиция семейного кино была, и особенно она была крепка благодаря традиции семейного смотрения, да? Потому что все-таки в Советском Союзе за счет существования центрального телевидения кино окупалось в момент показа на экране, на телеэкране, да? И все крутейшие вещи, которые мы помним, они, в общем-то, делались в том числе и для телевидения. Вот, я думаю… В очереди стояли на ту же «Кавказскую пленницу», вокруг кинотеатров, вот так вот. Вот, я думаю, что… Поэтому нельзя сказать, что советский кинематограф был кинематографом таких нацпроектов, событийных событий, а между ними была пустота. Нет, было очень развито комедийное чутье, музыкальное чутье. Это, кстати, признак стран с очень развитым коллективным духом, потому что, если посмотреть, то музыка и юмор – это характеристики кинематографа Америки в времен Великой Депрессии, Советского Союза, в времен всего Советского Союза и Индии. То есть, тех стран, где все чувствуют себя частью огромного муравейника. В Китае, кстати, тоже есть комедийная традиция сильнейшая. Вот. Так что, я думаю, что, наверное, дело в том, что именно семейное кино, оно требует не каких-то парадоксального мышления, как в авторском кино, это у нас всегда были мастера так мыслить. Оно требует не каких-то мобилизационных рывков, как вот во всех тех супер-блокбастерах вроде «Движения вверх», а оно требует именно хорошей, постоянно работающей школы сценариев и актерской игры и режиссуры. Вот. И, видимо, где-то у нас с чем-то есть проблемы. Я думаю, что проблемы в основном со сценариями. А, ну и атомизация, конечно, общества. Что? Атомизация общества. Это что? Это когда, вот, например, самая популярная сейчас тема в западном кино и на телевидении – это существование семьи на фоне гражданской войны. Об этом «Звездные войны», об этом «Игра престолов», об этом более-менее все. То есть, начиная с 16-го года, вся Америка, да, и Европа, они чувствуют, что внутри одной семьи нельзя толком поговорить. Потому что начнешь говорить о ценностях, и все. Мама в черном списке, от бабушки съезжаешь и так далее. Вот. Мы живем в этом состоянии очень давно, поэтому у нас очень сложно сделать что-то такое, что объединяло бы всех. И, наверное, «Елки» – это единственный прецедент за последние, сколько, 20 лет. Но очень популярный фильм «Елки». Потому что назрела необходимость, но сложно найти общий язык для всех. Но все-таки по поводу российского кино у меня такое ощущение, что мы делаем такие не очень глубокие фильмы. Вот в Америке, в Европе поднимают такие, не очень часто, но все-таки поднимают сложные какие-то темы. У нас есть тоже замечательный режиссер типа Мендадзе, да, он снимает глубокое, сложное кино. Это вы в Чернобыле вспомнили, да? В Чернобыле или там «Милый Ханс, дорогой Петр» про 20-е годы сотрудничества Советского Союза и Германии. Сложная тема, не слишком популярная, но кино-то сильное. Чего же в кинотеатрах его не показывают? Народ не пойдет, а народ не ходит и на не очень, как бы, сложные фильмы. Ну, действительно, во-первых, утрачено доверие к российскому кино, да? Это то, что нужно восстанавливать очень долго, и то, что можно испортить парочке миллиардов и героев. Вот, поэтому, скажем, «Нелюбовь» у нас собрала меньше денег, чем она собрала во Франции, если не ошибаюсь. Вот, а во-вторых, авторское кино за счет вот этой минимизации аудитории, минимизации своей зрительской базы, оно начинает невольно выходить в какой-то такой элитарный сегмент. И, например, я хорошо представляю, что в моем городе, в Иркутске, мало кто будет платить 500 рублей за то, чтобы сходить на авторский фильм, да? Вот, а все-таки, когда кино показывают быстро и коротко, то, как правило, это событийный прокат, и цены достаточно высоки. Вот, поэтому на многие фильмы просто дорого ходить людям. Вот, а в-третьих, совершенно исчезло какое-то информирование, потому что сейчас мы основываемся на кинопоиске. Да? И кинопоиск. Рейтинг кинопоиск. Скажут вам, что Звягинцев – это ад, а Быков – это, наоборот, рай. Вот. Ну, и мне кажется, что просто, к сожалению, наши кинокомпании ленятся делать рекламные кампании за пределами Москвы, Новосибирска, Казани, Санкт-Петербурга, то есть городов-миллионников. Ленятся или не надеются на успех? Ленятся, я думаю, потому что, вот, например, вернусь к Иркутску, каждый год, когда к нам приезжал фестиваль британского кино, на одни выходные залы заполнялись целиком. То есть тысячи людей в городе, где живет 100 тысяч студентов, еще 100 тысяч людей в возрасте от 22 до 32, очень легко на самом деле, если постараться и подумать, если просто не пренебрегать этим городом, в нем можно собрать аудиторию на авторское кино. Поэтому, я думаю, что просто недорабатывают с регионами, они как-то не очень удачно программируют. Например, недавний отличнейший фильм «Прощание». Это американская сенсация этого года, фильм американский, целиком с актерами-китайцами, в том числе и американцами китайского происхождения. И он этим летом в Америке смог победить «Мстителей» по наработке на отдельный кинотеатр. То есть его настолько ждали, что зрителей в каждом зале было больше, чем на «Мстителях». А «Мстители» — это на минуточку самый кассовый фильм в истории человечества. И как его прокатали у нас? Открываешь EIS, это приложение, где показаны все сеансы, и видишь, что на сеансе было 7 человек в среднем. А если это все сделать событийно, если взять и все это объяснить людям, почему это круто, почему это событие, почему это веха в истории американского кино, а значит и мирового кино, взять и провести по городам в формате событийного проката. Мы возвращаемся к тому, о чем говорил Мединский, что надо защищать нашу страну от чужого кино, от Голливуда. Может, это все спланировано? «Мстители» рекламирую, не рекламирую, все равно на них пойдут люди. Но ограничить интерес российского зрителя к западному кино, это может быть как-то на государственном уровне. Чувствуется вот это вот желание заставить нас ходить на российское кино и не ходить на западное? Ну, это желание, конечно, чувствуется, и оно заметно по передвижениям фильма в прокате. Но это желание, оно нерационально, потому что мы все-таки находимся не в режиме опиумных войн, когда действительно есть британцы, которые хотят уничтожить китайскую и просто волю к сопротивлению к культурному, физическому и духовному. Мы находимся в режиме рыночной конкуренции. И, например, есть такая республика Саха, в которой американские фильмы добровольно сдвигают сами владельцы кинотеатров, потому что они понимают, что как только выйдет якутский фильм, на него-то придут все. И такой пример, это, скажем, по-моему, форсаж там сдвинули сами директоры кинотеатров без всяких указок сверху и не ради российского фильма большого национального, там, про космос, одного из двух, а ради маленького якутского фильма, который сделал сельский учитель Дмитрий Давыдов, если не ошибаюсь, фильм «Костер на ветру». Совершенно замечательная история, сделана в деревне, сделана любителем, но сделанная так, что ты в нем чувствуешь вот прямо мудрость Клинта Иствуда и, не знаю, там, ощущение пространства Бергмана и ощущение времени Тарковского. То есть это человек-гений. И он взял, снял кино, и какое-то количество его соотечественников это увидело. Вот, и дальше это все было так раскручено, что сначала просто вся Якутия это посмотрела, потом это поехало в Торонто, потом это только после Торонто и Пусана, то есть Южной Кореи, это доехало до российского кинофестиваля, потому что российский кинофестиваль долгое время не хотели пускать якутские фильмы, потому что они сделаны на якутском языке, вот, а не на русском. И в итоге мы имеем прецедент, когда национальный кинематограф, да, региональный республиканский кинематограф, может противостоять западному кино в прокате, просто потому что это сделано честно и интересно. Ну, какая хорошая реклама. Я уже хотел посмотреть этот фильм. Сами заговорили о Пусане, это Южная Корея. Был такой классный фильм «Поезд в Пусан», да, про зомби. Значит, у Киплинга есть цитата знаменитая, запад есть запад, восток к востоку, и вместе им не сойтись. Он говорил о том, что мы такие разные, но, может, нам все-таки есть чему поучиться. Вот, например, недавно Тимур Бекмамбетов в одном из своих интервью сказал, что корейский кинорынок начал невероятно прогрессировать после того, как там началось внутреннее регулирование. У нас вроде как тоже есть определенное внутреннее регулирование, но там народ ходит на корейские фильмы, там люди гораздо старше посещают кинотеатр, чем в России и в США. И самое главное, я вот, например, посмотрел «Паразитов», и я был в бешеном восторге. Я ни одного такого классного русского фильма не видел. В чем феномен Южной Кореи, чему надо бы нам у них поучиться? Корейскому кино позволили, по крайней мере, не мешали, отрефлексировать две трагедии, которые были в их истории. Это, во-первых, трагедия, понятно, разделение по 38-й параллели, а во-вторых, это трагедия, когда там тоже, как и у всех на Востоке, было много очень реваншев тоталитарных в свое время. И, например, фильм того же Пончхун Хо, который снял «Паразитов», у него есть другой фильм по названию «Воспоминания об убийстве». Это как раз история, снята в 2003 году, в которой с помощью двух временных пластов и детективной линии анализируется, как изменилась Корея при переходе от такого жесткого общества к обществу свободному. И таким образом это кино процветает, потому что ему позволяет, оно само себе позволяет, поощряет честный разговор о своем прошлом, честный разговор о той трагедии разделенного народа, которая существует. И таким образом это кино как бы свободно от всякой идеологии. Оно абсолютно живое, ранимое, трогательное. Если изучать, прям вникать в особенности корейского киноязыка, то мы увидим, что там предельная экспрессивность. Причем экспрессивность мужчин чаще всего. Вот, то есть почти нет ни одного. Вот в «Паразитах» сколько раз мужчины плачут? Раза три-четыре. Да. Вот. Так что это кино процветает не благодаря какой-то поддержке, а благодаря тому, что существует в обществе спрос на правду, интерес к правде. И существует эстетическая воля эту правду произносить. Значит, у нас не хватает не только хороших сценариев, но еще и возможности говорить правду в кино? Да, и это речь не о какой-то цензуре сверху, это речь об осознанной самоцензуре, потому что ты понимаешь, что чем больше правды ты скажешь, тем меньше ты заработаешь. Простейший пример – недавние сборы фильма «Текст». Вы видели текст? Нет, я текст не видел, но я вот сейчас немножко не понял. То есть у корейцев это работает, и они на этом... Ну, это же не первый год, у корейцев это как бы культивируемая... Это культура, которая много десятилетий назревает. Тот же Пончхунхо снимает уже как минимум 16 лет. Как мы его знаем, он на самом деле гораздо больше. А у нас такие попытки произносить правду какую-то новую... Левиафан. Они имеют срок годности. То есть Левиафан и Дурак – это 2014 год, текст «Простой карандаш» 2019 год, завод 2018, по-моему, и так далее. То есть у нас как бы нет такой индустрии, которая бы поощряла массовое производство правды. То есть фильм «Текст», он сейчас провалился в прокате. Что за фильм? Это фильм по роману Дмитрия Глуховского о парне, которого другой парень сажает на 6 лет, подбросив ему наркотики, просто потому что у него есть такая возможность, ему нужно сделать статистику. Парень выходит из тюрьмы и пытается забрать жизнь, буквально в прямом переносном смысле, своего обидчика, украв у него телефон. То есть интересно еще и то, что режиссер Клим Шипенко, одноклассник Ивана Голунова, а героя зовут Горюнов. То есть это такой фильм, который нечаянно оказался пророческим, но весь этот, даже весь этот хайп 2019 года ему не помог заработать в прокате деньги. Тем не менее, этот фильм выйдет на платформе, и на платформе он уже займет свое место, потому что люди, которые платят за платформы, они платят за какую-то правду о себе. И вот сейчас одна из самых больших надежд российского кино связана как раз с тем, что мы уйдем из проката в сторону HBO. То есть что на платформах типа «Старта» и «ТНТ» будут появляться фильмы вроде «Текста» — это «Старт» — и «Верности» — это «ТНТ». То есть такие сложные, откровенные, возможно, даже раскрепощенные, сексуальные, политические и так далее истории о сегодняшнем не. В прокате такое особо не пройдет. Во-первых, людям не очень нужен негатив. Есть такой мем, что человек работал на заводе, а потом идет домой и смотрит фильм «Завод Юрия Быкова», а там снова ад. Во-вторых, это тяжело продвигать. В-третьих, это все-таки тот уровень психологического реализма, который сейчас невозможен в мультиплексах, потому что мультиплексы — это территория комиксов, фэнтези, блокбастеров и тому подобного. Так что вот одна из проблем — это то, что чем больше правды ты говоришь, тем больше зрителей ты от себя отсекаешь. Подняли такую сложную тему по поводу кинотеатров. Сейчас собираются снести Соловей. Не признак ли это того, что в кино народ меньше хочет ходить? Потому что, во-первых, все можно посмотреть дома. Дома есть большие телеки, есть хорошая аудиосистема у многих. Это куда дешевле один раз купить, чем тратить по 500 рублей, например, в том же Иркутске, на визиты в кино. И плюс можно посмотреть то, что действительно интересно, а не только то, что тебе позволяют, грубо говоря. Ну, я думаю, что вот именно ситуация с Соловьем — это история о том, что у нас нет культуры синематек. То, что есть во Франции, которые очень любят приводить нам в пример, это когда в каждом районе есть какой-то кинотеатр, вокруг которого сложилась культура посещения, как вокруг церкви, в котором занимаются репертуарные политики как-то по-особенному. Потому что тот же Соловей, он, в общем-то, я хорошо помню, что я ходил на него на фильм «Ла-Ла-Ленд», и я понимаю, что лучше бы я это посмотрел где-нибудь в коро, потому что там что-то сверлили за стеной, там был ужасный звук и так далее, плохой экран. То есть как бы в случае с Соловьем, наверное, просто не получилось создать культовое, в настоящем культовое место. Не на словах, а на... Ну, и доказать эту культовость действиями защитников, действиями зрителей и так далее. Вот. Поэтому проблема... Есть проблема отсутствия синематек. Ее сейчас пытаются решить искусство кино, да, вместе, и МОСКИНО, вот, и более-менее решают, вот. А то, что люди перестают ходить в кинотеатры, это... Ну, такое... Это немного преувеличение, потому что в Америке количество проданных билетов не меняется уже 50 лет, да, то есть они все время жалуются в каком-то небольшом спаде, да, плюс понятно, что Америка по демографии выросла с 50-х годов в два раза, а количество билетов тоже, то есть упадок на лицо, да, но в то же время эта цифра остается примерно одной и той же количество посещений взрослым зрителям фильмов на протяжении года. с самых 60-х, то есть появление телевидения все изменило, но после этого появились порно, видеоигры, не знаю, что там еще, кабельное телевидение, онлайн кинотеатры, а люди все равно ходят в кино. Кино, оно, как и театр, останется в одной и той же примерно своей ниши, наверное, ну, до тех пор, пока совсем что-то новое не придумают. То есть нету этого упадка, есть просто кризис идей. Ну, то есть памятник кинотеатрам ставить пока не стоит? Да, стоит, да. А вообще, самому полному метру не пора ли уже на кладбище? Есть же сериалы, ну, смотрите, денег на них тратят не так много, как на кино, а героев ты успеваешь полюбить гораздо сильнее. Мне кажется, «Игра престолов» это сериал, который собрал куда больше зрителей, чем, я не знаю, «Мстители» и все остальные американские фильмы. этого года. Может, уже пора полный метр куда-нибудь отложить в сторонку и показывать в кинотеатрах сериалы прям абонементами? Зрителей гораздо меньше, да, у «Игры престолов», сколько там, 40 миллионов на пике одного эпизода. Да, если мы разделим 2,8 миллиардов Марвела, то мы поймем, что там несколько сотен миллионов посмотрели, только последнюю часть. Но это тоже, кстати, сериал, да? Сколько там, 22 фильма. Вот, поэтому, конечно, большое кино никуда не исчезнет, вот, потому что просто оно станет событийным, как это было во времена «Титаника». Ведь если смотреть, как выходили блокбастеры в 90-е годы, то мы поймем, что до 99-го года, когда посыпались подряд все эти фильмы, «Гарри Поттер», «Вастильный колец», «Матрица», «Бойцовский клуб», хотя «Бойцовский клуб» это не блокбастер, но тем не менее, до 99-го года блокбастеров было парочка штук в год. И если мы будем смотреть, кто был рекордсменом, то это окажется картина достаточно скромная, там, «Парк Юрского периода», «Форест Гамм», по-моему, был свой год. «Рэмбэк» не блокбастер, «Терминатор»? Нет, не так много заработали они, у них были просто малый бюджет. Вот, у «Терминатора», по-моему, 89 миллионов сбора. Как у фонда кино. Да, как у фонда кино расходы, да. Вот, что такое 89 миллионов на фоне нынешних, миллиардов. Вот, то есть, после «Титаника» вдруг появилось ощущение, что такие вещи можно делать раз в неделю, и что рынок реально сильно вырастет. Это как раз приходится на рост количества мультиплексов во всем мире, вот, на рост всяких китайских и азиатских рынков и так далее. Поэтому кино останется территорией, во-первых, радикального авторского высказывания, потому что вещи там вроде Звягинцева или Паразитов нужно смотреть вместе, да, чтобы был какой-то опыт, коллективный опыт, коллективное переживание, моментальные обратные связи, оценки. Вот, а во-вторых, кинотеатры останутся территорией событийного кино, то есть, блокбастеров, которые просто нет смысла смотреть дома, каким бы круто не был оборудован дом, потому что это выход в свет, это тусовка, это яркий опыт, и это какая-то простая история с сильным визуальным рядом. Так что все будет точно таким же, как и сейчас, еще очень долго. Но, несмотря на статистику, которую вы меня огорошили, вот, я со своими друзьями на работе в нашем ньюс-руме мы все время обсуждаем сериалы, какие-то очередные новые серии, все ждут выхода, вот, буквально, вчера, что ли, вышла новая серия конца этого гребаного мира, и так далее, и так далее. И вся наша тусовка, она вся-вся подсела на сериалы. Разве это не будущее искусства кинематографического? вы сейчас хорошо сказали, блокбастеры типа «Мстителей», да, масштабные, которые в кино нужно смотреть, и арт-хаус, которые серьезные, там, и переживательные, а вот это вот все, что между ними, не займут ли сериалы, и вообще какое будущее у них? Одержимость сериалами это не проблема кинорынка, это проблема нашего самого возраста, потому что есть забавная корреляция, что количество подписчиков Netflix и HBO в Америке, там от 45 до 52 миллионов, не помню, у кого сколько, совпадает с количеством диагностированных в Америке случаев душевных каких-то расстройств. То есть нам всем просто нужна терапия. Сериалы, сериалы дают терапию, потому что они позволяют, во-первых, сопереживать героям, во-вторых, они позволяют идентифицировать себя с героями, во-вторых, во-третьих, они позволяют очень долго жить с героями, да, и как бы часть их жизненного опыта становится нашим жизненным опытом. Не друзья. Они становятся друзьями, как в сериале под названием «Друзья». Да, да, да. Вот, и самое главное, что медленная телевизионная драматургия позволяет авторам отвечать на вопрос, который нас, наверное, интересует больше всего в вымышленных историях. Можно ли измениться? Можно ли решить проблему? Можно ли закрыть гештальт? Можно ли справиться с чем-то, да, что нас гнетет? Поэтому сериалы это, в первую очередь, терапевтическое зрелище. Вот, очень часто сериалы это еще и какая-то публицистика, да, на злобу дня, как, например, американский сериал Аарона Соркина, который рефлексирует, что происходит с политикой, с обществом. Вот, и, конечно, зрителю нашего возраста это гораздо интереснее, чем «Мстители». Вообще, по «Мстителям» средний срез это люди от 12 до 20 лет, аудитория. Вот, и, понятное дело, что нам, конечно, это весело посмотреть, но хочется прийти домой и посмотреть «Игру престолов», где уже будет разговор о том, что такое семья, что такое семья в условиях кризиса, в условиях выбора и так далее. Так что, сериалы всегда будут историями для тех, кому больше 30 лет, хотя есть огромное количество подростковых, конечно, сериалов, вот, а кино будет всегда историями для тех, кому меньше 30 лет. И в зависимости от того, как будет меняться уровень зрелости в обществе, да, потому что раньше люди были зрелыми в 20 лет, сейчас они становятся зрелыми в 40, возможно, будет какое-то смещение в одну или другую сторону в пользу телевидения или в пользу кино, в пользу медленной драмы или быстрой. Но в целом, я думаю, всегда будет оставаться баланс. Такое интересное замечание по поводу психотерапии. Значит, сериалы – это такой маленький психоаналитик у тебя дома. И тоже на диване. А кино так не работает? Ведь оно тоже поднимает серьезные темы. Посмотришь там какого-нибудь «Левиафана», например. Ну, кино – это таблетка, а сериал – это психоанализ. А. То есть моментальная, очень быстрая стимуляция, которая так же быстро пройдет, да, выброс эндорфинов и какая-то серьезная проработка темы. Вот мы сейчас говорим о сериалах, у нас… Все еще сериалы, хотя, казалось бы, уже нет, да? У меня в голове «Игра престолов», «Брейкин Бэт», ну, все такие американские, классные, мега-крутые сериалы. Я посмотрел «Вавилон Берлин», немецкий. «Тиквер». «Тиквер», да, мне тоже очень понравилось. Есть российские крутые сериалы? Да. Есть, если вкратце, да, есть. Какие они, где они, где их можно посмотреть и почему их сейчас говорим о том, что уже вышло, да? Ну, может быть, о том, что выходит. О том, что уже вышло. Мне кажется, в прошлый год был невероятно удачный в плане сериалов. Это связано, во-первых, с появлением платформ, которые нужно раскачивать, и для этого для них приберегли огромное количество давно уже находившихся в разработке, но только в прошлом году выпущенных проектов. В первую очередь, это «Звоните Ди Каприо», «Обычная женщина», «Домашний арест». Мне больше всего плюс федеральные каналы все-таки остаются поставщиками реально премиального контента. Просто мы не так часто это смотрим, не так часто об этом знаем. Я знаю хорошие сериалы с НТВ, например. Хороший сериал про ментов с НТВ. И они действительно хорошие, но не только мой бзик, так считают профессионалы. Короче, отличнейший российский сериал прошлого года, самый, наверное, хороший для всех поколений это не Настя, Сергея Урсулика. Это история по роману Алексея Иванова, история о том, как основанная часть на реальных событиях, история о том, как в хаосе 90-х начинает созревать параллельное государство государства, то есть государство в государстве. Афганцы возвращаются из Афгана, видят, что все изменилось, изменилась этика, изменились возможности, и они пытаются навести в собственном городе, это промышленный центр, списанный из Челябинска или Екатеринбурга, уже не помню, вот, и они пытаются навести порядок. И что они делают? Они делают то, что делает любая организация, которая хочет стать государством. Они устанавливают монополию на насилие, то есть они становятся братвоина, справедливой, и они устанавливают налогообложение, то есть они все-таки занимаются рэкетом. Вот, и эти порядочные афганцы пытаются, более-менее порядочные афганцы, пытаются противостоять огромному количеству других банд, которые тоже появляются в 90-е, качки всевозможные и так далее. Вот, и мы видим, как меняются характеры героев на протяжении турбулентных 90-х. В романе это были нулевые, вот, а в сериале 90-е. И это объясняется не политическим заказом, как многие подумали и тут же написали в либеральных СМИ. Типа показать, да, что какие ужасные 90-е, но потом кто-то пришел и стало хорошо. Это объясняется банальной производственной необходимостью, потому что показывать одних и тех же актеров 80-е, 90-е, нулевые, это огромные расходы на грим. Спросите Мартина Скорцеза, сколько ему обошлось омоложение Роберта Де Ниро для ирландца. 40 миллионов долларов. Вот, представьте, у нас 30 афганцев, их всех нужно гримировать. Ну, на Запад кое-что, кстати, все-таки проникает. Например, один из самых крутых, и он еще не вышел, но я его видел в прошлом году. Самый крутой, наверное, российский сериал в последнем времени, это Триггер. История придумана Александром Цикава, и суть заключается в том, что есть психотерапевт, который провокационной терапией выталкивает своих клиентов из зоны комфорта. То есть, по типажу, да, по психологии героя, он такой Шерлок, доктор Лайтман, доктор Хаус, то есть, такой циник, мизантроп, трикстер, интеллектуал, изысканный, но при этом собственной проблемой, которую он, разумеется, не может решить. Сапожник без сапог. Вот. А по устройству серии это такая очень жесткая сатира на то, какие у нас есть комплексы в обществе, какие у нас повторяются там в семейных отношениях проблемы и так далее. Вот. И каждая серия разбирает что-то свое про Россию. И американцы, когда это увидели, они не купили формат. Вот. Я не знаю, на какой стадии он сейчас находится. Идеальный сериал. Психотерапия в чистом виде. Психотерапия, да. Напрямую, то есть без этих, без всех надстроек, как, например, в фильме «Маньяк» на Нетфриксе, где психотерапия, она дается тебе через фэнтези, через фантастику. Вот. По поводу того, где все выходит, конечно, костюмной драмой по-прежнему являются территорией федеральных каналов, потому что только так их можно купить. Да? Все вот эти Екатерины. Кстати, первая Екатерина, первый сезон 2014 года была неплохая. И особенно, когда сейчас посмотришь Екатерину с Хелен Мирен, ты понимаешь, что мы там нормально сняли, в примере адекватной истории. Вот. А Нинастия – это канал России, если не ошибаюсь. А в этом году будут Зулиха открывать глаза и Магомаев, да, два киллера друг друга с России и с первого канала. Вот. Ну, а все молодежное, экспериментальное, рассчитанное на 30-летних, это, конечно, платформа. Вы сказали о сердцах критиках, о мнении профессионалов по поводу сериалов, сериалов о ментах и так далее, и так далее. Как вообще можно стать критиком и почему вам можно и нужно доверять? Доверять нужно только тому критику, с которым ты либо много раз совпал в своих вкусах, потому что все равно мы все заложники психотипов, на самом деле. Всем нужна психотерапия и сериалов. Да, 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 но все равно бывает, например, я знаю, что есть критики, которых я даже не читаю, потому что я знаю, что они думают точно так же, как и я. Я знаю, что там будет, если я открою рецензию. Когда я был маленьким и мечтал стать кинокритиком, есть люди, которые об этом мечтают, я читал Зельвенского, Волобуева, и я знал, что фильмы, взгляды на фильмы у нас противоположные, но мне нравится, как они развивают, дополняют, насыщают мой опыт от фильма своими наблюдениями. Так что доверять критикам, наверное, вообще не нужно, нужно просто найти того критика, с которым тебе интересно поддерживать односторонний или двусторонний, как повезет, разговор. Вот. А в чем еще было? Как стать критиком вообще? Это какое-то самое развитие, как Тарантино смотрел, смотрел фильмы, потом раз и снял «Бешеных псов»? Или нужно учиться, или может, не обязательно учиться? Мне очень нравится слование у Геймана, писателя из Британии, который как-то обращался к выпускникам, и он рассказал вам, во-первых, о своем синдроме самозванца, который преследует его всю жизнь. То есть он очень красиво, будучи фантастом, описал. Он говорит, однажды у меня проснусь, ко мне в дверь постучится человек, на нем будет такая строгая форма, у него будет переписной лист, что-то он сказал, скажет, «Нил Гейман, вы самозванец, отдайте все свои работы, вы недостойны того успеха, который вы достигли». Вот этот синдром, он, наверное, есть у всех почти творческих людей. Вот. Я думаю, что он есть, например, у этого Кантомира Балагова, судя по дилде, да? Вот. Только кому было страшно сделать второй фильм, а только он выложился и сделал второй фильм. Так вот, и еще Нил Гейман в той речи к выпускникам сказал, «Я всегда мечтал писать комиксы, сериалы, фильмы и книги, поэтому я стал журналистом, потому что журналисты могут задавать вопросы тем, кто уже пишет сериалы, комиксы, фильмы и книги». Вот. Так что я думаю, что любой критик, это так или иначе не реализовавший себя пока что рассказчик истории. В конце концов, наша компетенция одна и та же с режиссерами рассказывать истории. Но не режиссер, именно рассказчик. Ну, нет. Ну, любой человек, актер, сценарист, режиссер, монтажер, это люди, которые рассказывают истории. То есть они берут и собирают что-то, что вы услышите в готовом виде. И критик, когда он едет на какой-то фестиваль и посмотрит фильм, который в России не покажут, например, «Смерть Сталина» или «Кролик Джорджа», он становится рассказчиком истории, потому что без него эту историю не услышат. Вот. Ну, или услышат, когда она доберется до торрентов. Вот. Или услышат те, кто читает иностранные лицензии. Вот. Поэтому я думаю, что я лично стал критиком, потому что мне хочется рассказывать и слушать истории. Если копаться дальше, почему мне это хочется, то будет психотерапевтическая причина, которая заключается в том, что мне интересно узнать, может ли человек меняться. Вот. И таким образом, это единственная компетенция, которую нужно оттачивать. То есть уметь рассказывать истории. Как ты это будешь делать? Это уже твой личный путь. Кто-то идет через радио, кто-то идет через телеграм-каналы, кто-то идет через СМИ. Традиционные. Но мне кажется, главное помнить, что тебе нужно рассказать интересную историю твоему слушателю, читателю, зрителю, подписчику. Есть ли конкуренция среди критиков? Война, драки, зависть? Конкуренции, я думаю, нет, потому что есть Антон Долин, который проталкивает всех вперед, потому что именно он создал индустрию обсуждения кино, благодаря которой, например, меня постоянно зовут обсуждать кино. То есть еще же пару лет назад не было такого, что вдруг нужно было обязательно на премьеру фильма позвать кинокритика, чтобы он что-то там рассказал. А вчера я обсуждал фильм Канни Веста. Казалось бы, кого туда нужно звать? Философов, богословов, рэперов, может быть? Туда нужно звать не киноведов, а кинологов, потому что Снуп Дог, когда увидел его фильм, он сказал, тут точно не Марихуана, то, что это гораздо крепче. Но тем не менее, туда вдруг зовут теперь киноведов. И как-то все остальные просто греются в лучах этого, возможно, временного интереса к профессии, поэтому какой-то конкуренции нет. Могу не спросить о Жене Бэткомедиан. Смотрите его блог, считаете ли вы кинокритиком или блогером, или журналистом? И с его стороны есть какая-то критика? Он же очень популярен. Мне очень нравится, что он существует, потому что, во-первых, это, наверное, не кинокритика, не киноведение в том смысле, в котором мы этим занимаемся в искусстве кино или в сеансе, но это очень крутая работа с аудиторией и с индустрией. То есть, в общем-то, мы, традиционные кинокритики, мы не можем никак повлиять на киноиндустрию. Обратная связь от нас, ну, по большому счету, нужна очень редко. А когда появляется человек, который может аудитории больше, чем аудитория фильма, очень остроумно рассказать о том, что вот не надо больше Данила Козловского в средневековом фильме в трусах в постельные сцены ставить. Ты уж либо трусы с ними, либо крестик, да? Ну, нельзя так. Это викинг, это какой-то там век, а ты тут в Кельвинах-Клянах. То люди, да, то люди, как бы, становятся осторожнее. Появляется банальная ответственность перед зрителем, появляется банальная производственная дисциплина, и вот уже в средневековых фильмах мы видим меньше людей в трусах. То есть, он реально, как санитар леса, может влиять на индустрию именно массового кино. Поэтому он очень крут. Вторая причина, почему он очень крут, это то, что он умеет работать с Ютубом. Все, наверное, кинокритики хоть раз-до выходили на Ютуб, и все кинокритики, я в том числе, понимали, что на Ютубе мы никому не интересны. У нас другой речевой аппарат, у нас не тот уровень артистизма, а какой-то специфический юмор. И вот то, что он умеет работать в формате шоу, это просто бесценно, это огромный ему респект. Вот. Так что... Вы с ним согласны в его жестких оценках российских. Мне не нравится, когда он докапывается до исторических каких-то несоответствий, потому что для меня кино это всегда условная история, сказка, и я понимаю необходимость каких-то допущений в драматургии. Вот. При этом мне нравится то, что те фильмы, которые он действительно любит, это те же фильмы, которые люблю я. Например, он очень любит режиссера Шапирова, это фильмы «Со мной вот что происходит», «Игра в правду». И вот для меня просто огромная радость, что благодаря Бэткомедии об этом режиссере узнали миллионы, потому что это действительно один из самых недооцененных российских режиссеров. Так что мнения по фильмам, которые мы любим, совпадают. Мнения по фильмам, которые он ругает, чаще всего не совпадают. Ну и, конечно, не могу сказать, что я прям все смотрел. Я смотрел пару обзоров, потому что если обзор длится дольше фильма, то жалко время. Ну и последний вопрос. Для тех, кто, как и вы, мечтает стать кинокритиком, кого или какие фильмы для начала нужно посмотреть, чтобы понять, что такое по-настоящему хороший фильм? У меня проблема именно с базовым образованием. Я вот сейчас до сих пор досматриваю всякие фильмы 50-х и так далее. Вы обязательно смотреть фильмы старые? Это важно, чтобы понять, как все развивалось. И, например, я сейчас придумал для себя такой лайфхак. Я ввел на МДБ, по-моему, фильтр, типа 100 лучших фильмов меньше 70 минут. Я вроде как каждый день мог бы один фильм догнать. Я посмотрел Хичкока недавно, веревку, только сейчас веревку посмотрел, посмотрел «Поцелуй убийцы» Стэнли Кубрика и так далее. Но что мне кажется, не нужно заморачиваться по поводу своего культурного багажа, нужно просто быть честным. Очень смешно выглядит рецензия какого-нибудь 18-летнего кинокритика, в которой он разбирает всю историю Франка Дзефиреля. Такого быть не должно. Понятно, что Википедия позволяет это сделать, но лучше все-таки действовать. Помнить, что ты журналист, и ты должен донести информацию, но при этом не делать вид, что ты эту информацию не узнал только что Википедия. Вот. Это нормально. Мои любимые, просто мои любимые режиссеры. Теренс Малек, это просто святой человек. Кен Лоуч, конечно же, все наши, Данелия, Сокуров, обязательно, Луцик, помните, окраина, Балабанов, так, начать, европейский, а, американец Джеймс Грей, обязательно все вот эти, но это не нужно даже перечислять, Тарантино, Скорцезе, Копполы, Сидни Люммит, Крамер, Полоке, Крамер, да, Крамер против Крамеров, потом Европейцы, Господи, кого-то назвать-то, чтобы не шибко, банально это все было. Вот. Да, в общем, на самом деле важно смотреть все. Не банально. Да, и важно, мне кажется, побольше читать, потому что кино, в разных странах, у кино разная история, да, и в Америке кино это произвольная литература, в Европе кино это произвольная от музыки и архитектуры, у нас это произвольная от литературы и от театра, а в Британии это произвольная от театра. И нигде это не произвольная от жизни. Ну и везде это произвольная от жизни, да, потому что кино, музыка, литература, это произвольная от жизни. Вот, так что, мне кажется, надо как можно больше читать. Вот, и я думаю, что любой может читать аудиокниги. Ты просто, ты едешь в метро, ты бегаешь, ты качаешься, ты можешь в день прочитать час аудиокниги. Я думаю, это для кинокритика важнее, чем «Час фильма». Как ни странно. Прекрасно. Спасибо большое. Мне было очень интересно с вами пообщаться. Сегодня в гостях у программы «Час спик» был кинокритик Егор Москвитин.